всем привет снова йота и сегодня ответ на вопрос когда пора пересаживать антуриум сегодня у меня как раз будет пересадочка пересаживать я буду сидит в кашпо лечуза пересаживать будет снова в кашпо лечуза сразу хочу сказать что это никакая не реклама мне правда очень нравятся эти кашпо они правда очень дорогие но тем не менее это отличный вариант для ленивых и для тех у кого большая коллекция кого просто нет возможности постоянно следить и контролировать полив что там пересохла не пересохла перевлажнилась или нет я поняла что часто говорила о грунтах лечуза лечуза серамисты также очень нравится кашпо вот этих с автополивом ни разу не показывала их сборку сейчас хочу сказать что сборочка очень простая и быстренько сейчас покажу соберу вот эта штучка отдельно лежала я уже начала вставлять вот так она выглядела отдельно лежала я начала уже вставлять нижнюю часть даже вставила здесь ручки тут тоже нужно попасть в соответствующие отверстия вот так а здесь вот так да так будет правильнее мне очень нравится классно закрытые бортики очень эстетично выглядят эти кашпо все сборка завершена теперь возвращаемся к вопросу о том когда же пора пересаживать антур сейчас я вам покажу корневую это растение я омолаживала в этом году 1 апреля я отделяла макушечку от материнского куста и мной было так не очень правильно выбрано и рассчитана размер кашпо вот смотрите прошло 7 месяцев сегодня 20 ноября смотрите во что превратились корни и отвечая на вопрос когда пора пересаживать антур в моем случае пора прошла уже давно уже месяца три лишних точно прошло теперь что мне придется делать вот с этими корнями так как они гораздо шире чем дренажные отверстия то к сожалению основной часть корней мне придется убрать вот этот я попробую вынуть так как это отверстие довольно широко остальные я просто срезаю корни срезала но смотрите несмотря на то что корни я срезала растение намертво и крепко сидит в горшке почему это происходит а так как у меня здесь сидит все на фитиле то нижняя часть уже все еще питается влагой но вот верхняя часть так как уровень уже ниже нужной границы верхняя часть уже начала хорошенько подсыхать и там где корни более сухие они очень крепко держатся за стенки горшка сейчас я видео поставлю на паузу залью корни по максимуму водой чтобы все хорошо пропиталась верхние вот эти сухие слои грунта все даже вплоть до мха хорошо должно пропитаться чтобы корни легче вынимались из кашпо обильно залила корни теперь более или менее нормально это можно будет вынуть это наверное про нечего я сделала зря я вынула без упора сложно сделать сейчас верну обратно и попробую попробую вынуть с упором листья загораживаю ничего не видно одной рукой упираюсь в край а другой тяну кажется что то получается все забываю сказать кашпо я эти очень сильно люблю но у них есть один недостаток вот у таких кашпо на фитиле давно хотела об этом сказать и все забывала смотрите что получается фитиль врастает в корни и теперь чтобы мне извлечь фитиль мне придется пожертвовать частью корней а вот случае с этим кашпо где физически фитиль отсутствует и роль фитиля выступает такое небольшое углубление выполняет роль фитиля небольшое углубление которое заполняется с абстратом вот этот вариант я думаю будет лучше а сейчас убираю фитиль я травмирую корни потому что корни вплелись вросли ну и вот часть корней на фитиле такая вот история состоящая практически полностью из корней забыла включить свет все полностью из корней все по форме распор горшка было откладываю растяжку в сторону забыла совершить один маневр прежде чем растение помещать горшок нужно его заполнить хотя бы на пару сантиметров субстратом помещаю по центру нужно это сделать по высоте горшок практически одинаково получился но с учетом того что я на пару сантиметров подняла грунт а по ширине объем не начался теперь посмотрим насколько этого горшка хватит мне сегодня 20 октября и посмотрим как скоро нужно будет следующая пересадка минус такого горшка состоит в том что здесь не видны корни и не будет видно когда пора пересаживать то есть когда будет пора пересаживать я скорее всего заменчу если выну внутреннее кашпо прозрачное корень кстати говоря остался так мне не удалось его вытащить там довольно тонкое оказалось отверстие здесь отличный горшок корешок который здесь был мне он нравился тем что он прозрачный и очень здорово видно корневому а здесь внутренний горшок черный уже это не так удобно в любом случае когда корни только первые первые признаки корни начнут пробиваться сквозь дренажные отверстия внутреннего горшка уже будет понятно что пора пересаживать конечно лучше не запускать до такого состояния как в моем случае то есть когда корни вы видели росли уже в воде чувствуют то они себя отлично но с каждым днем это чревато тем что с каждым днем все сложнее и сложнее извлекать корни из кашпо то есть корни идут уже в распор и совершенно не хотят оставлять кашпо плюс те корни которые наросли внизу те которые жили практически в воде они тоже их очень жаль потому что я сейчас срезала довольно большое количество так грунт я досыпала убрала лишний лист лишний он потому что начал приобретать нездоровый салатовый оттенок это говорит о том что растение уже начало его доедать но я не стала дожидаться пока лист окончательно пожелтеет убрала его чуть раньше помогла ему уйти на тот свет оставила зеленые красивые листья не считая пара ожогов от фитоламп и вот такие обновленные красивые в обновочке мы идем на прежнее место под фитолампу тем временем я хочу сказать еще пару слов о том как развиваются корни в двух различных видах мха и почему я люблю именно лечу изуссирамисом во-первых как я уже неоднократно говорила дурим будет расти даже если вы будете сажать его в землю с огорода абсолютно не предназначенную для ароидных оно при прочих равных условиях если рядом поставить одинаковое освещение одинаковое поле одинаковое удобрение именно в лечу изю будет будут корни развиваться быстрее и в сирамисе также я это подозреваю что это связано с тем что у них какие-то свои удобрения возможно заточены именно под рост корневой но рост корневой это все-таки залог здоровья растения корни это основа а также мне очень нравятся эти грунты потому что очень легко подобрать под них фитиль я даже когда делала самодельное кашпо я подбирала обычно бельевую веревку и все было прекрасно то есть все было отлично никаких переливов не было но у меня еще раз повторюсь хорошее освещение в этих кашпо все уже предусмотрено велосипед уже не нужно изобретать здесь фитиль или как в этом случае отверстие которое выполняет емкость внизу которое выполняет роль фитиля уже подобрано под объем кашпо я думаю что точно так же и во мху можно поиграться и попробовать подобрать фитиль на котором будет все так же прекрасно развиваться но в отличие от лечу из серамиса мох является волгоемким поэтому здесь нужно я думаю что очень осторожно лично я не пробовала сажать именно мох на фитиль но думаю если подобрать то будет отличный вариант и так корневая вот корневая во мху при освещении которая точно такой же как и уюты в принципе все хорошо развивается но вот как мне показалось развивается не так активно в принципе я это растение уже получила с хорошей корневой но просто вот наблюдаю поставила под лампу и наблюдаю дальнейший его рост вот этих корешков то есть по моим ощущениям развитие хорошее но как-то чуть более медленное чем у других растений которые растут у меня в серамисе и в личузе возможно если подобрать удобрения какие-то то будет такой же абсолютный результат не верусь утверждать но я помимо того что лечоза и серамис имеют свои собственные удобрения я всегда пользуюсь дополнительно уже называла их growth technology тисой компа также пользуюсь hb101 вот это пожалуйста другой вид мха ну как вид то один тот же это тоже с фауном но похоже вот смотрите видите зеленые макушки это именно живой мох то есть ну как не видите наверное живой вот это вот зелень это активно растущие макушки сейчас покажу корешки где-то тут были вот корешок очень плохо почему-то видно на камеру сейчас попробую сделать увеличение вот какой-то корешок вот какой-то корешок прям растет но я хочу сказать что вот этот мох и вот это конкретное растение оно не особо показатель того насколько активно может развиваться корневая система в живом мху почему потому как это у меня сорт зафира это большая-большая капризулька которая говорят очень медленно я сама точно не знаю она у меня сидит еще только месяца два-три наверное и вот как-то она очень-очень неохотно стоит на хорошем месте на хорошем освещении даже я эти плечи сверху делаю пакетиком накрываю но вот как-то вот совсем вот очень у нее туго идет вот корни вот этот вот корень он идет вот отсюда такой вот коричневый это не гниль это именно загар от лампы вот он вот он под ниточкой проходит вот здесь и вот тут прям загинается сюда идет вот этот корень еще какой-то корень она у меня полностью вырастила вот этот корень это полностью вот мои корни которые вот за пару-тройку месяцев Но по моим ощущениям, по моим наблюдениям, это вообще результат ни о чём. Может быть, это связано действительно с сортом. Потому что я уже спрашивала у девочки, которая покупала. Она уже сказала мне, что зафера медленная. Вот листик мне она выдала. Один выдала, два потеряла. Я, честно говоря, в шоке от такой ситуации. Я не встречала антуриума, который бы под фитолампой 50 ватт. В чём бы он ни сидел. Мох не самый худший субстрат. В чём бы он ни сидел, чтобы он так медленно растил корни. Но вот, как выяснилось, это связано с сортом. Так что считаю, что раз уж мы такие медленные, то считаю, что всё-таки вот такие два корешочка, такие длинненькие, можно, наверное, считать хорошим результатом. Вот не стала, кстати, пересаживать сразу в невлечозу, не в серамис, потому как побоялась просто тревожить растение. Оно и так небольшое после пересылки. Думаю, зачем ему дополнительный стресс? Пусть сидит во мху. Ну и вот, как видите, не особо это всё бодро происходит, несмотря на прекрасное освещение. И несмотря на то, что я подкармливаю опять своими любимыми удобрениями, и вот как-то мы не очень активно растём. Поделилась всем, что хотела по поводу субстратов, по поводу посадки. Вот фитиль, как ещё раз повторюсь, очень люблю. Вы делайте выводы сами. Интересен мой опыт или нет? Повторяйте или нет? Решение остаётся за каждым. Всем спасибо за внимание. Хорошего всем настроения, отличного цветения. И пока!